Доброго здоровьица! Вчера я просматривал свои книжечки. Вот это самая первая брошюрка, которая появилась здесь. Знаете, в каждой книге там предисловие несколько там свое. И вот я так кратенько почитал, мне она очень понравилась. О чем я говорил еще в 1990 году. Вот почитайте, это очень полезно для вас. Умение поддерживать собственность здоровья на высоком уровне – это величайшее достижение и благо. Чтобы осознавать преимущества здорового человека в нашем обществе, подойдем к этой проблеме с философской точки зрения. Начнем прямо с детства. Здоровый, крепкий ребенок доминирует над своими сверстниками. В школе ему легче учиться, у него хорошая память, он быстрее и качественнее осваивает знания. Здоровье, как правило, ассоциируется с хорошим телосложением. Следовательно, он не чувствует себя морально и физически ущербным. Легко вступает в общение. Это позволяет подыскать более красивого, одаренного спутника жизни. Здоровье обеспечивает и материальное благополучие. При прочих равных условиях, как правило, он успешно продвигается по служебной лестнице, потому что активен, не замкнут на своих болячках. Женщина, знающая правильное питание, как правило, имеет здоровую, крепкую семью. Она умна и привлекательна, так как просто умеет правильно себя содержать. С помощью питания она может очень сильно изменить характер мужа, родить без всяких осложнений здоровых детей и вырастить их здоровыми, крепкими. А это уже здоровье нации. Ведь не секрет, что рождение ребенка для многих семей катастрофично. То у женщины трудная беременность, то осложнение после родов, то бесконечные болезни малыша, что и наблюдается сейчас. Сидишь на больничном, на душе неспокойно, на работе плохо, так как там не бываешь, переживаешь за ребенка. Муж стал отбиваться от семьи, да и у самой сплошные недомогания. Точно так же и у мужчины пропадает интерес ко всему. Вялость, сердечко пошаливает, желудок с кишечником барахлят, живот растет, зубы надо лечить, начинаются половые проблемы и так далее. Придешь домой отдохнуть, а тут лазарет. В итоге ценнейший дар природы, жизнь и тело превращается в источник страдания и проклятия. Представляете, ваша жизнь, ваше тело, ваш организм, все это становится источником негатива, вместо того, чтобы быть позитивом. Целительные силы, которые разработаны в этой работе, позволяют вам обрести могучее здоровье и помочь начать новую насыщенную радостную жизнь. Вы будете прекрасно выглядеть и всегда находиться в форме. Поль Брех, Михаил Котлеров, Надежда Семенова с помощью разумного применения целительных сил возродили себя заново. То есть можно заново возродить себя с какого-то такого разрушенного, убогого состояния. А такие, казалось бы, имеющие блестящие возможности люди, как дочь миллиардера Анасиса, умирают 37 лет. При обследовании ее тело было буквально нашпиговано химией от снотворных таблеток, таблеток для похудения и многих других. На ее столике было обнаружено 41 наименование лекарств. При таких деньгах, е-мое, грубо говоря, если бы у меня там были, я не знаю. Можно купить кровать, но не сон. Можно купить красивую одежду, но не красивую фигуру. Все это надо создавать своим собственным трудом. Так узнайте, как это делается, и делайте себе на здоровье. И вот еще такое стихотворение из Махабхараты. Да возвысит человек сам себя, да не унизит он сам себя, ибо только он один себе друг, и нет больше моему врага, чем он сам себе. Расшифровать или вы сами расшифруйте? Попробуйте это все для себя в комментариях описать. Мы можем поговорить на эту тему. Доброго вам здоровья. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.